И так, значит, наступили холода, вот, и стала проблема отапливать цех. Вот, пока мы временно поставили обычную буржуйку, вот, но она не справляется. Тут уже вот на приделывали кучу разных железяк, труб, хоть что-нибудь, хоть как-то улучшить. Вот, теплоотдачу, вот, но все равно помещение достаточно большое, высокие потолки. Вот, поэтому было решено сделать воздушное отопление, вот, и специально для этих целей был приобретен вот такой вот, вот такая вот печь. Специально ее нам прислали не до конца сделанную, то есть дополнительно вот здесь еще наваривается кожух. И по задумке, как бы, вот, производителя, в этот кожух подается принудительно воздух холодный, ну, из помещения, и уже из другого там отверстия горячий выводится. Вот, но там схема была очень простая, то есть, например, снизу патрубок, куда воздух подавался, а сверху он выводился. Там одна или две там трубы, вот, то есть воздух просто обтекал, получается, с двух сторон цилиндр, вот, и выходил. В принципе, как бы, тоже лучше, чем ничего, или чем просто, например, вот, конвективный обогрев. Вот, но мы решили поступить немножечко иначе, то есть немножечко увеличить теплоотдачу печки, то есть что для этого собираемся сделать? Во-первых, в этот вот кожух, который наварится, подаваться будет воздух по касательной, с одной стороны, обходить спирально всю топку и выходить в конце. То есть, таким образом, путь воздуха увеличивается, и нагрев его будет, также температура будет увеличиваться. Вот, но для того, чтобы еще более интенсифицировать нагрев, мы собираемся вот на эту поверхность намотать, сделать ее большей площади. То есть, сначала думали сделать простое решение, и, в принципе, я думаю, есть смысл поступать именно так, то есть просто намотать, например, колючую проволоку сюда. Либо наварить какие-то маленькие уголочки там, то есть, грубо говоря, максимально орибрить поверхность топки. Вот, это, во-первых, увеличит именно площадь теплообмена, во-вторых, будет способствовать турбулизации потока воздуха, и, соответственно, при турбулентном потоке теплообмен значительно эффективнее, значительно лучше. Вот, то есть, мы нашли, вот у нас в загашнике валялась вот такая вот медная труба, это, конечно, дорогое удовольствие на самом деле, но она у нас получилась как бы условно бесплатная, и, соответственно, мы намотаем именно ее. То есть, она вот была скручена в змеевик, но, видать, как бы он был испорчен, потому что труба сплюснутая, с несколькими переломами такими. Вот, поэтому мы ее намотаем, возможно, сделаем еще какие-то надрезы дополнительно, вот, ну, посмотрим сейчас, что придумаем в итоге, вот, и таким образом попытаемся, вот, сделать эффективность этой печки более высокую. Ну, и, кроме этого, я еще потом покажу, немножечко в топке там мы сделаем небольшие изменения, вот, и я думаю, что результат будет значительно лучше, чем в стандартной комплектации. Так, ну, вот, что у нас получилось, то есть, в принципе, сюда можно наматывать все, что угодно, какие-то сетки, проколючую проволоку, там, какие-то вот, ну, все, что угодно, то есть, смысл именно в этом, то есть, чтобы площадь была увеличена, поток воздуха турболизировался, ну, и, соответственно, теплоотдача росла, то есть, вот, что у нас вышло. Вот, на днях мы это все дело обварим, сделаем вход-выход для воздуха, установим все, вот, и уже в готовом виде покажу результат. Так, обвариваем печку листом. Так, значит, вот, что у нас получилось, сейчас перевернул печку, сейчас буду вырезать входной лючок отверстия и выходной лючок. То есть, подаваться воздух будет покасательный, вот, снизу, делать несколько витков вокруг топки и также покасательный будет выходить вверх. То есть, было видно, что внутри мы намотали там медный змеевик, на самом деле, можно было наварить там какие-то уголочки, то есть, все, что угодно можно было сделать, тут уже вопрос, насколько человек, так скажем так, осведомлен в теплообмене, в аэродинамике, вот, можно сделать достаточно эффективно. Вот, ну, даже как-нибудь там понаваривать всякой фигни, этого уже достаточно для того, чтобы увеличить эффективность. На самом деле, даже достаточно просто правильной подачи воздуха, то есть, не стандартно в этой печке вот здесь вот получится вход или сбоку, а на противоположной стороне выход, и получается поток просто обошел и вышел. Вот, воздух находится недолго в корпусе, вот в этом кожухе, и, соответственно, она не успевает нагреваться до той температуры, до которой мог бы нагреваться, ну, при других условиях, то есть, при подаче воздуха по касательной, то есть, воздух делает несколько витков внутри, только потом выходит, ну, соответственно, он, воздух находится внутри дольше, и время нахождения воздуха больше, нагревается он сильнее. Сейчас вырежу два отверстия, вот, уже вот трубу сейчас поставили новую, то есть, вот так получилось, ну, труба достаточно большого диаметра на выходе, она еще больше, там, по-моему, миллиметров 220, вот, то есть, у нас высота трубы метров семь, то есть, тяга достаточно сильная, достаточно хорошая, то есть, вот эти вот колена, они, я думаю, не слишком ухудшат работу печки. Так, значит, вот я вырезал входное окно и выходное окно, но выходное, возможно, еще будет немножечко корректироваться по размеру, вот, потому что нужно учитывать, опять же, возможно, и горе от ума, в моем случае, а возможно, и будет смысл, то есть, холодный воздух более плотный, горячий воздух менее плотный, то есть, удельный объем у горячего воздуха больше, вот, для того, чтобы поток был достаточно равномерный, чтобы не сильно зажимало воздух внутри корпуса, то выход по сечению должен быть больше, чем вход, вот, ну, в принципе, это может быть не настолько в данном случае важно, в конце концов, делаю мне турбореактивный двигатель, вот, но по возможности это можно учесть, хуже от этого не будет точно. Сейчас буду делать эти самые штуцеры из оцинковки, будем выгибать, вот, я думаю, прям на саморезики, либо на закрепки прикрутим, вот, может, на герметик посадим, может, на какие-то прокладки посмотрим, вот, так, поставили предварительно печку, так, запускаем просто ради проверки, вот, значит, нужно будет еще загерметизировать швы на дымоходе немножко, потому что чуть-чуть есть, вот, дымочек, ну, или поплотнее поставим, вот, ну, так, пока мы влепили небольшой вентилятор с вытяжки, как видно, вот, ну, и сейчас просто вот он снизу задувает, вот, и вот такой вот хрень сейчас прицепили, вот, он отсюда горячий воздух гонит, ну, более чем, конечно, удобно, воздух, ну, очень-очень горячий, при том, что вентилятор, как бы, ну, он не слишком мощный, конечно, то есть будет, если помощнее вентилятор, то, наверное, воздух будет не такой горячий, но все равно достаточно удобно, вот, и печка, в принципе, вполне, то есть большой объем, удобно, вот, дрова прогорают достаточно долго, если закрывается, вот, заслонка задняя, то даже, честно говоря, если только передняя закрывается, уже намного дольше тлеет, то есть, в принципе, вполне нормально, вот, но это так вот предварительно, кстати, буквально, вот, она только прогрелась, потому что, опять же, печка большая, там, сама топка из трубы сделана, там, миллиметров 8 стенка, то есть, достаточно долго она прогревалась, вот, но сейчас прогрелась, и, в принципе, вот, у нас будут плюс 2 в помещении, ну, час, наверное, прошел, сейчас где-то плюс 9, ну, по-моему, да, по-моему, там, или 8, или 9 градусов, в принципе, можно глянуть, ну, вот, в принципе, сейчас где-то у нас, вот, но это получается вот в другом конце, то есть, вот он, печка, а на станке прилеплен термометр, вот, то есть, в планах, получается, во-первых, вентилятор ставится более мощно, естественно, вот, все эти выходы сделаются более тщательно, и пойдет гофра на стену, и потом, получается, вон, алюминиевая труба, сотка, вот мы ее протянем полностью по стене, по этой и по вот этой вот стене, ну, и, скорее всего, сделаем еще выход, небольшой заход на эту стену, вот, ну, там, понаделываем отверстие в трубе, возможно, сделаем какие-нибудь такие круглые задвижки, чтобы можно было регулировать, там, перекрывать отверстие, не перекрывать, но посмотрим, нужно ли это будет. Так, значит, приехал вентилятор для печечки, то есть, вот такой вот, такая улиточка, турецкий вентилятор, вот сейчас подключу, посмотрим, что получится, на что он способен. Ну, показываю процесс, поэтому, пока еще вариант черновой, то есть, вентилятор поставили новый, на выход пока еще ничего не сделали, просто, ну, прилепил он, с трубцинкой поджал, вот, конечно же, ну, вентилятор значительно более мощный, чем на вытяжке, вот, хотя по мощности они приблизительно одинаковые, но дует, конечно, намного сильнее, но, правда, немножечко и более такой шумный, то есть, попробуем его, как-то, может быть, всасывающим этим отверстием повернуть к стене, и, может, какой-то еще поролоновый фильтр там придумаем, вот, во-первых, чтобы не засорялся, во-вторых, будет не так шумно, вот, и сейчас стоит, ну, почти на минимуме, ну, вот сейчас поставил на максимум, и, в принципе, оно, как бы, не то, что прям шумно, но тем не менее, вот, кстати, если видно, то есть, хорошо всасывает достаточно, вот, ну, и отсюда, конечно же, достаточно такой мощный поток воздуха, причем, вот, как бы, дует не вверх, как можно было бы подумать, а вот самое, наверное, вот, ощущается вот здесь, вот, то есть, вот здесь самый такой сильный поток, если оно в бок выдувает, вот, ну, и, в принципе, конечно, тут находиться, ну, очень тепло, вот, значит, что уже на текущий момент было, вот, уже я заметил, то есть, честно говорю, доволен, очень доволен, потому что утром сегодня закинул четыре вот таких вот полена, ну, это, грубо говоря, одно целое, вот, то есть, распалил мелкими, закинул, оно разгорелось немножко, я задвижки закрыл, и, в общем-то, уехал, то есть, часов, наверное, в 10 утра, вот, оно вот разгорелось, более-менее, я оставил тут вытяжку, чтобы оно продувало, и уехал, то есть, когда я пришел сюда, было плюс 3, по-моему, на улице минус 10 было, вот, когда я приехал часа через, наверное, 4, ну, через 3, наверное, даже, да, через 3, уже было здесь, где-то плюс 7, плюс 8, вот, и те дрова, которые я положил, они еще не догорели, то есть, ну, больше половины стрелило, но достаточно много еще оставалось, вот, после чего я закинул еще одну вот такую четвертинку туда и уехал, вот, и вот, когда я уже приехал, то есть, в принципе, там, угли, все нормально, оно все чудненько тлеет, вот, то есть, в плане экономичности, конечно, ну, небо и земля по сравнению с обычной буржуйкой, это даже с булельяном, как бы, вот, у меня был опыт примерно таких же размеров был булельян, даже, наверное, топка была немножечко больше, вот, но очень экономно, вот, и тем более я возьму буквально, там, вот, ближайшее время, когда уже там всю разводку сделаем, я докуплю дрова, во-первых, они, это будет миллиметров 800 длиной, именно целые чушки такие, вот, то есть, этими можно будет немножечко разжечь, там, поколоть их на мелкие, и потом, вот, штуки 4 таких вот бревна положить, вот, и, может быть, вечером, там, еще докинуть 2, и перекрывать все заслонки, и уходить спать, и, в общем-то, будет на утро, я уверен, что там еще угли останутся, то есть, просто утром пришел, докинул немножко мелочи, чтобы оно взялось, докинул дров, и, в общем-то, все, то есть, в этом отношении, конечно, очень экономично, очень удобно. Так, значит, пока мы, все-таки, вот, временное такое решение, ну, все, что временное, как известно, постоянно, вот, все-таки, надеюсь, мы так не оставим, но, я могу сказать, что, вот, вот, в таком виде, ну, вполне достаточно, вполне достаточно, то есть, вот, мы сегодня отработали вечер, в помещении плюс 12, на улице минус 8, то есть, более чем достаточно, отлично дует, единственный, конечно, минус, что вентилятор достаточно шумный, вот, уже поставили такую трубу, вот, может быть, там, приделаем какой-то фильтр, оно все-таки будет потише немножечко дуть, вот, и оно, конечно, вот, не очень приятно, а в остальном, ну, вот, неплохо дует, температура, ну, радусов, наверное, 70-80 есть точно, потому что долго руку не подержишь, вот, ну, и опять же, как бы, там, все-таки, вот, есть там, со щелей поддувает немножко, вот, но, опять же, как я уже сказал, вот, такого решения вполне достаточно, вот, на, если одно большое помещение, без перестенков, ну, тепло реально по всему помещению, вот, так что, вот, такое вот решение с печкой вполне, вполне оправдано, я все-таки думаю, что мы для начала, вот, как я хотел сделать, по двум стенам проложить трубы, вот, ну, я думаю, что мы, наверное, прицепим на эту стену длинную трубу, из нее сделаем просто продухи, чтобы она дула именно вот сюда, на нас, именно по всей стене, я думаю, что этого будет более чем достаточно. То есть, раскладывать на все помещение, есть смысл только в том случае, если в помещении есть перестенки, тогда, наверное, да, а когда оно одно, вот, такого решения более чем достаточно. Вот, так что, ну, смысл, как бы, есть однозначно, вот, конфигурация именно вот так, подача воздуха по касательной, и обеспечение условий для того, чтобы воздух проходил вот несколько витков по теплообменному кожуху, действительно, имеет смысл, вот, очень-очень неплохо получается в итоге. И при том, что вот сейчас разогретая печка так хорошо достаточно, там, ну, так много углей, сейчас, в принципе, открою, покажу, вот, то кожух вот на входе здесь, он, в принципе, вообще холодный, ну, еле-еле теплый, вот, ну, здесь уже теплее, теплее, и вот по ходу воздуха нагревается, нагревается к выходу сильнее-сильнее, вот, хотя сам кожух, он не особо горячий, даже в самых горячих точках, но, может быть, это вот возле трубы дымоходной, там вот температура высокая, а так, в общем-то, можно и, ну, прикоснуться, как бы, мук, конечно, долго руку не подержишь, но не очень горячий корпус получился. Ну, в общем, так, ну, опять же, сегодня проверяли варианты, то есть, открывали заслонки сильнее, конечно, тогда вообще, то есть, можно, по большому счету, прогреть помещение, ну, очень быстро, то есть, прогрели его, потом заслоночки позакрывали, оно там себе тлеет медленно, вот, вентилятор можно и меньше ставить, вот, не так будет шуметь, и, в принципе, этого достаточно, вот, то есть, сейчас я открою, покажу, что там у нас нагорело, вот, но, тоже такой нюанс, в таких печках, когда есть задняя заслонка, ну, в принципе, тут в инструкции это написано, но это я так просто говорю, потому что сам, как бы, так, лоханулся, честно говоря, перед тем, как открыть печку, нужно полностью открыть все задвижки, вот, потому что иначе дым, попадает, отсюда сразу выходит, так вот, дым, а может даже и бахнуть, вот, ну, вот, собственно говоря, что у нас в печке, то есть, там одни угли остались, вот, не так уж там их прям, чтобы много, ну, вот, все, я закрываю на ночь, вот, так вот, все и оставлю, единственное, конечно, чуть-чуть не продумали, ребята, с этой вот заслонкой, надо что-то будет приделать, потому что, зараза горячая, вот, здесь нормально, ну, в общем, как бы, вот так вот, то есть, отличное решение, очень удобное, ну, я очень доволен, экономичное, эффективное, вот, поэтому рекомендую, вот, значит, что касается вентилятора, вентилятора, в принципе, его более чем достаточно, больше не нужно, вот, пробовали подключать вентилятор через регулятор оборотов, но в этом, как бы, как оказалось, как, нет большой необходимости и не совсем удобно, то есть, вот, в итоге все-таки остановились на варианте подключения вентилятора через таймер, вот, то есть, получается, у этого, конкретно у этой модельки таймера, у него вариант 15 минут работает, 15 минут стоит, вот, именно на этом режиме он сейчас установлен, и это оказалось значительно удобнее, потому что за 15 минут печка, пока месте вентилятор не продувает, она разогревается достаточно сильно, потом включается вентилятор, в минут 5 идет очень горячий воздух, вот, потом, хорошо теплый, вот, и, в принципе, этого более чем достаточно, вот, после чего он выключается на 15 минут, и у нас в помещении тишина, то есть, для ушей это вот такой режим, ну, хороший, потому что при уменьшении оборотов шум вентилятора все равно остается, и кроме этого появляется еще низкочастотный гул, потому как регулятор оборотов, это все-таки не частотный регулятор, он меняет форму сигнала, там, а не уменьшает частоту, и получается, что, ну, обмотки двигателя гудят, вот, это нехорошо для двигателя, в общем-то, и все равно, как бы, оно по ушам давит, вот, поэтому именно вариант с таймером я, как бы, вот, рекомендую, потому что он, вот, в этом отношении он более удобен, вот, ну, и опять же, в плане той же экономичности, то есть, работает он только 12 часов в сутки, если вот он не выключается совсем, то есть, как бы, тоже неплохо, вот, поэтому, в общем, в остальном, ну, все, в общем-то, просто замечательно, то есть, я очень доволен этим решением, вот, удобно загружать печку много, там, ну, 2-3 раза в день максимум, вот, если будут нормальные дрова длинные, это еще будет облегчит задачу, вот, то есть, удобно, комфортно, эффективно, ну, на этом все.